Своё мастерство в Сочи демонстрируют как опытные атлетки, так и совсем юные гимнастки, которые за свои первые победы борются в индивидуальной программе, то есть выступают без предмета. Им не нужно жонглировать, ловить булавы, прыгать на скакалке. Задача юных граций – чётко и без помарок выполнить определённый набор элементов. Сочинка Валерия Шипулина признаётся – самые сложные для её возраста элементы она выучила за несколько тренировок. Специально для русалочки. Я мечтала сделать кувырок в мостике, на одной руке колесо. Ещё я мечтала сделать захват, такой вот так вот. И у меня получилось. И ещё мне нравится, что когда мне уже станет этот костюм мал, мама мне купит ещё красивый костюмчик. Желающих выступать на соревнованиях в Сочи достаточно много, поэтому «Русалочка» уже 17-й по счёту турнир. На этот раз сюда съехались гимнастки из Астрахани, Казахстана, Владикавказа, Волгограда, Моздока, Ставрополя, Саратова. Сочинки на фоне приезжих спортсменок, отмечают судьи, выглядят более чем достойно. Правда, есть и чему поучиться. В каждом городе есть хорошие гимнастки, есть что подчеркнуть нашим гимнасткам. В следующий этап мы собираемся ехать на соревнования, отбираются гимнастки в групповые упражнения. Уже мы смотрим их результаты после этих соревнований. И собираемся, конечно, в выезды. То есть у нас Краснодар, Астрахань, Каспийский и Зорик, где там с выполнением идут и мастера и кандидата в мастера спорта. На всех выездных соревнованиях сочинских гимнасток ждут в сентябре и октябре. Для этого местные участницы открытого турнира «Русалочка» должны наотлично справиться с лентами, булавами и мечами. Завтра второй день соревнований и церемония закрытия. Гости же курорта помимо медалей и грамот бонусом получат и возможности скупаться в море.